И с каждым годом растут показатели бесплодных браков. Это также женщины с привычными в нашем беременности. Но если обмотать назад, в чем причина, эти проблемы еще начинаются в подростковом возрасте. То есть у девочек могут быть гормональные нарушения, это могут быть нарушения менструального цикла, воспалительственные процессы. Но очень обидно в том плане, что у нас так заложилось, что девочки не должны идти к гинекологу. Это неправильно. То есть у многих понятие так заложилось. Но мы должны уже идти в ногу со временем. Гинекология — это та отрасль, которая изучает и работает с теми же органами. Например, мы знаем, если у девочки пневмония, воспаление легких почек, почему они идут, лечатся. Но в то же время, если воспалительные процессы в репродуктивных органах, то это уже неправильно. То есть мы должны с этим работать. Если наши женщины поймут и начнут своих девочек везти к подростковому гинекологу на консультации, мне кажется, мы можем в разы уменьшить показатель бесплатных браков. Мы привыкли к тому, что детей смотрит педиатр. Но есть такие нормы, которые нужно соблюдать. Это до одного года девочек должны обязательно осмотреть детский гинеколог. В следующий период — это с 6 до 7 лет, когда они собираются в садика, в школу. А потом уже первые минархи — это когда у девочек начинаются первые месячные. Почему? Именно в этих периодах у девочек могут быть из-за работы в норме физиологии, именно в этих возрастах у девочек происходят гормональные изменения. И это может повлиять, то есть внешние факторы могут повлиять на эти физиологические гормональные изменения, и уже это перейти в патологическую форму, когда мы говорим гормональные нарушения. Почему, например, мы говорим, с рождения сразу же в первый год идти нужно к гинекологу детскому? Так как до одного года у девочек в этом периоде вырабатывается очень мало гормонов эстрогенов, и за счет чего у них могут быть сухость наружных половых органов, и у них часто встречаются синехии половых губ. Это когда закрываются наружные половые органы. Если так оставить, мы понимаем, что в будущем это может повлиять на половую жизнь в будущем. А об этом многие молодые мамочки не знают. Дальше в 6-7 лет это когда очень много, мы знаем, паразиты, это заболевания детей до 14 лет. Так вот, этот самый пик берет в 6-7 лет, когда в садике сразу собираются в школу, это падение иммунитета, и в этот период, если, например, не обследоваться, могут перерасти к каким-то воспалительным процессам. А в период менархи мы говорим переходный возраст, или же в подростковом возрасте, когда начинаются первые месячные, это когда девочка уже с юного возраста, уже организм полностью перестраивается в репродуктивный возраст, когда она может уже рожать, в детородный возраст. И в этот период у нее, если будут гормональные нарушения, а как это, чем это проявляется? Это первое нарушение менструального цикла. То есть девочки могут говорить, мам, у меня месячные идут нерегулярные, или, например, месячные очень болезненные, или могут быть какие-то патологические выделения из половых путей, в основном у нас привыкли, ничего, выйдешь замуж, это все заживет, все будет нормально. То есть когда выходят замуж, почему-то у нас привыкли, что это решит все проблемы гинекологические. На самом деле нет. И если мы в этот период не успеем посмотреть, все изменения формируются до 18 лет. После 18 лет мы уже не успеем. Например, из-за гормональных сбоев у девочек может быть инфантильная матка. То есть органы не доросли до нужных размеров, чтобы потом она в будущем могла рожать детей. А если она обратилась бы к нам, например, в 16-17, мы можем благодаря заместительной гормональной терапии помочь этой женщине, девочке, чтобы у нее репродуктивные органы были в нормальных размерах, например, чтобы она в будущем могла рожать. А зачастую у нас получается, что они выходят замуж в 23-25, обращаются, когда уже очень поздно и когда врачи уже бессильны. И, например, у меня была пациентка, она росла в семье, то есть родители-мигранты, и она росла у бабушки. И, конечно же, она, возможно, стеснялась, возможно, она принимала это за норму, когда у нее месячные приходили раз в 6 месяцев. Вышла она замуж, и она перед замужеством у нее были одни только месячные, и потом уже нет-нет. И сразу все уже, когда она вышла, супруг радостный, видимо, у нее раз в задержке, значит, она беременна. Ждет второй месяц, третий месяц. То есть она и на обследование не ходила, росла в дальнем районе. И когда обратилась к нам уже на 6 месяц, через 6 месяцев после замужества, то есть животик не растет, и только тогда она идет к врачу, обследует и говорит, что там уже она не беременна, и у нее матка маленьких размеров. То есть на тот момент этой женщине было 25 лет, но матка соответствовала возрасту примерно 12 лет. То есть в этот период у нее уже были нарушения, и в этот период, конечно, мы не сможем помочь этой девочке, потому что у нее гипоплазия матки очень маленькая, и мы единственное, чем могли помочь, это хотя бы восстановить ее месячные. И сразу же такую информацию сообщить, например, супругу, девочке, это очень тяжело, потому что мы просто, получается, можем привести к разводу данной семьи, и бывают такие вот щепетильные, такие грустные моменты бывают в нашей практике. Спасибо. 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 Спасибо.